ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неравнодушные жители Петропавловска организовали благотворительную ярмарку, чтобы помочь Расулу Нуршан. Для лечения 4-летнего мальчика в Германии нужно собрать 115 тысяч евро. В Петропавловске полным ходом идет реконструкция железнодорожного вокзала. Работы здесь ведутся с мая этого года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрудники железной дороги рассказывают, что в обновленном здании построят три лифта. А также эскалаторы, которые будут располагаться в центральной части. На третьем этаже установят комфортабельные сидения. Изменятся и залы ожидания. К примеру, зал для пассажиров пригородного движения перенесут в западное крыло, а дальнего следования в центральное. Как отмечает ведущий инженер инвестиционного сектора Станислав Таратута, создадут условия и для немобильных групп населения. Все работы пройдут за счет ООО «РЖД» с 2018 по 2020 год. Строительством же занимаются североказахстанские компании. Снаружи мы в этом году, вот подчеркиваю, в этом году мы только планируем выполнить облицовку фасадов травертина и сделать купольную часть на крыше центральной части. А остальное мы приступаем в следующем году. Мы начнем второй этап реконструкции нашего вокзала. Мы сделаем пристрой. Это будет практически до дороги вынесено, где будут размещаться два экскалатора. И начнем внутреннюю отделку помещения. Мы учли, во-первых, для маломобильных групп населения, для слипа их. Здесь будут зоны, специально наклеенные дорожки для слабовидящих. Откроем мы выход в центральную часть. Теперь люди не надо подниматься, будет на конкурс, а поезда будут подаваться на первый путь. И сразу человек, пассажир для удобства с чемоданами, выходит сразу прямиком на выход с вокзала. И то же, что лифт, экскалатор теперь, ну это, конечно, не следующий год, окончательная реконструкция, подчеркиваю, займет у нас три года. Облицовку здания проводит ТОО «Гигард». Как рассказывает директор Гаспар Сакунц, строительные материалы компания закупает в Иране, а фасадный гранит – в российской Тюмени. По его словам, сейчас работы выполнены более чем на 60%. Производим работу ЖД вокзала станции Петропавловска, ремонт оконной блоки и облицовка. Ну, у нас, как сказать, нормально идет, материалы все у нас есть, работают у нас где-то около 10 человек. Ну, поэтапно, ну вот, правое крыло мы где-то будем к концу месяца закончить, а левое крыло, ну, где-то ориентировочно к концу октября, начало ноября мы хотим заканчивать. Предварительно стоимость работ оценена экспертами в сумму порядка 1 миллиарда тенге. Сдать в эксплуатацию объект планируют в 2020 году. Кроме того, реконструкция не доставит североказахстанцам дискомфорта, отмечают подрядчики. Будут приложены все усилия, чтобы ремонт не побеспокоил горожан и гостей. В среднем за год железнодорожный вокзал обслуживает порядка 537 тысяч человек, а в сутки поток пассажиров составляет около полутора тысяч. Здание было построено в 1966 году. Это первый капитальный ремонт на его территории. В Каркаролинском районе Карагандинской области пустует школа, построенная по госпрограмме за 264 миллиона тенге. В селе Матак который год не могут достичь заветных показателей. Школа, рассчитанная на 220 мест, обучает лишь чуть больше полусотни детей. На сегодняшний день в школе номер 15 обучается всего 64 ученика. Хотя учебное заведение может принять в три раза больше учащихся. В первые годы после открытия учеников было куда больше. Однако люди по разным причинам стали покидать родное село. Отток населения объясняется тем, что в прежние годы село затапливалось во время паводков. В прошлом году вокруг села возвели защитный вал и построили мост. Поэтому многие надеются, что люди вернутся, а соответственно возрастет и количество учащихся. Аким сельского округа Угар один из тех, кто до сих пор смотрит в будущее с надеждой. В прошлом году по поручению Акима области Ярлана Кошанова здесь построили большой мост. Возвели защитные валы вокруг села. Теперь нам не страшны паводки. Поэтому я уверен, что в будущем люди вернутся в наши края. По моим сведениям, уже три семьи готовы переехать в село. К тому же растет рождаемость. Если каждый год мы принимали всего по пять-шесть первоклашек, то в этом году у нас одиннадцать первоклассников. Надежда все еще есть. Тем временем жители села всерьез тревожат будущее школы. Все прекрасно понимают, что если число учащихся снизится, школу может постигнуть печальная участь. Будет очень сложно, если закроется школа. Я думаю, все будут стараться, чтобы этого не произошло. Народ будет очень недоволен. Нам нужна школа. Где будут учиться наши дети? Администрация школы отказывается верить в плохой расклад. Директоры отмечают, что школа может похвастаться сильным педагогическим составом. Напрочь отсутствует дефицит кадров. Поэтому Рауза Утарбаева считает, что такая школа должна работать и дальше. Вот только если не закрытие, то в ближайшее время учебное заведение ждет перепрофилирование. Одиннадцатый класс отсутствует, а в десятом классе учатся всего шесть человек. Это необходимый минимум. Если число старшеклассников снизится, школа станет основной. Многие дети после девятого класса уходят в колледж, поэтому одиннадцатиклассников у нас нет. В десятом классе всего шесть человек. Если и этот класс опустеет, то нас перепрофилируют в основную школу, хотим мы этого или нет. Очень жалко, что у нас мало учеников, ведь наша школа способна обучить детей не хуже городских школ. Стоит отметить, что строительство школы в селе Матакар-Кар-Каралинского района обошлось в государственной казне в 264 миллиона тенге. На уход и содержание пустующей школы по-прежнему выделяются средства из бюджета. Выделяют уголь, деньги на ремонт и оборудование классов. Недавно в школе появились современные кабинеты физики и химии. Теперь школе не хватает самого главного – учеников. Неравнодушные жители Петропавловска организовали благотворительную ярмарку, чтобы помочь Расулу Нуржан. Для лечения четырехлетнего мальчика в Германии нужно собрать 115 тысяч евро. Жизнь Расула Нуржана резко изменилась после проявления симптомов болезни. Сегодня он получает лечение в реабилитационном центре немецкого города Дателин. Какой недуг не дает ребенку полноценно развиваться, станет известно только через месяц, после того, как будут готовы результаты анализов, говорят специалисты. По словам врачей, чтобы спасти Расула требуется 115 тысяч евро. Пока, как говорят родственники маленького пациента, общими усилиями собрать удалось только около 45 тысяч евро. Состояние Расула сейчас более стабильное. По сравнению с Казахстаном, как он был, там все-таки профессор, он знает свое дело. Хотел бы выразить благодарность спонсорам, организаторам за то, что организовали такое мероприятие для Расула. Это вторая благотворительная ярмарка для сбора средств на лечение Расула. Свою продукцию здесь представили бизнесмены города. Помогали более ста волонтеров. Организовали также концертную программу и лотерею. Цель одна – протянуть малышу руку помощи. У нас собрались более 50 спонсоров, которые откликнулись для помощи Расула. Все собранные средства у нас пойдут на лечение Расула. То есть это у нас магазины одежды, кондитерские магазины, ручные изделия, игрушки и так далее. В ходе благотворительной ярмарки удалось собрать 616 тысяч тенге. Все средства пойдут на лечение Расула Нуржана. Оказать посильную помощь может каждый. Реквизиты и телефоны указаны на вашем экране.